На самом деле в программу я попал, можно сказать, случайно. Наверное, мне подсказали, что существует такая программа. Естественно, в общем порядке я заполнил анкету. Где-то кому-то, видно, анкета моя понравилась. Соответственно, я попал в эту программу, за что я очень благодарен судьбе, потому что есть несколько причин. И вот сейчас по завершению этой программы я вижу какой-то результат. Первое, наверное, все-таки это коммуникативность, которую дает возможность эта программа. И мне кажется, что она очень грамотно выстроена в том плане, что хочешь ты того или нет, под воздействием каких-то тренингов, под воздействием каких-то вот этих курсов, я не знаю, как правильно сказать, воркшопов, создается неформальное общение. И в процессе него ты подбираешь тех людей, то есть ты не обязан общаться со всеми, кто участвует в этой программе, а ты именно подбираешь ту команду, которая тебе интересна, интересна твоему образу жизни, интересна твоей профессии, интересна твоему делу, которым ты занимаешься. И постепенно, может быть даже неосознанно в начале, твой мозг начинает вырабатывать какой-то алгоритм в плане взаимодействия между этой вот группой людей. И таким образом, наверное, Молдова это была первая страна, в которой мы еще нащупывали друг друга, где-то знакомились, а уже со второго воркшопа мы уже осознанно, наверное, сформировались какие-то группы людей. Благодаря этим группам у нас в процессе разговоров, общения, тренингов возникла мысль о том, что надо себя попробовать в каком-то совместном проекте. Я, как представитель больше государственной организации, государственного музея, во многом понятие государственного музея это консервативный музей, это какое-то закомплексованное понятие в нынешнем, вот на постсоветском пространстве. В то же время программа дала мне смелость в том, чтобы я все-таки увидел перспективных людей со стороны свободного бизнеса, свободномыслящих, так скажем, в хорошем смысле этого слова, и дала возможность нам с ними обсудить эту программу. И вот мы видим, что по истечению этих, наверное, года, когда мы занимались первого года, у нас это сформировался определенный проект, который вылился уже в этом году цельно в конкретный проект, который мы представили и в Белоруссии, и по большому счету он сейчас ездит практически по всем странам Евросоюза, по две недели и по месяцу представляет готовый продукт, эта выставка, посвященная Первой мировой войне, но здесь впервые, наверное, музей выступил не столько заказчиком этого проекта, сколько он выступил партнером с частной структурой, и, наверное, даже не столько с частной структурой, сколько абсолютно с частным куратором, свободным куратором, который не только технически воплотил эту выставку, этот проект в жизнь, но он идейно стал идейным вдохновителем. То есть практически музей отдал все свои права на эту выставку, доверив таким образом свое имя, свое лицо вот этому частному куратору. И от лица уже музея, это частный куратор работал с остальными музеями нашей страны для того, чтобы создать качественный продукт, который был признан во многих странах, и, мне кажется, соответствует вот тому понятию передвижной выставки, как это принято сейчас в Европе, на Западе, в скандинавских странах мы его представляли. Поэтому, ну, я думаю, что смелость и коммуникабельность — это вот два основных повода, ради которых, наверное, надо участвовать было в этой программе. То есть мы вырабатываем какой-то проект, есть идея, чтобы в нем участвовало как можно больше стран. Связано это где-то, наверное, ну, такое, так скажем, рабочее понятие этого проекта — общность и разница культур стран восточного партнерства через фотографию. То есть, начиная, там есть идея такая, начиная от рождения, может быть, ребенка, заканчивая погребением человека, показать все стадии развития личности через призму культуры, через призму традиции, через фотографию, но в то же время вот показать и особенности, и схожести этого. И, конечно, этот проект может предусматривать участие практически всех, без исключения стран и участниц. Но, опять-таки, я как говорил, что с кем мы скоммуницировались, с кем нам проще уже вести диалог, конечно, это Молдова, это Азербайджан, естественно, белорусские партнеры, наверное, они войдут в первую часть в этот проект. Остальные уже будут подключаться по мере того, кого мы заинтересуем.